Юность На заре голоса зову Меня на заре Голоса зову Меня А чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро. На заре голоса зову Меня На заре голоса зову Меня 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 И там, в юности, когда я смотрел на утренний туман над речкой И возвращался домой под утро по еще спящему городу Мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня, именно меня На заре голоса зовут 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 меня Добрым утром в эфире программа «Говори обо мне» с Надей и Юлией Гениуш А как обычно, в субботнее утро мы начинаем с хорошего настроения Ну что, давай знакомиться? Давай знакомиться Страшно знакомиться? Доброе утро! Доброе утро! Константин Фомич у нас сегодня в прямом эфире И мы будем с ним разговаривать Потому что самое интересное, это, конечно, узнать, почему мечты сбываются От чего? Не для чего? Нет, сегодня мы не будем дрогать эту тему Да, доброе утро, друзья Очень приятно находиться в вашей студии Ну ты уже попил сегодня свой знаменитый кофе? Нет, еще Мы тоже еще не пили Я думаю, что после программы мы все... Да, мы надеемся, что это случится, потому что такое... О, еще вот откуда силы берутся Да Слушай, может быть, ты просто на «ты» С действительно такими интересными силами, которые... Я с ними на короткой ноге Мифические истории, которые там... Язычество какое-нибудь Ну ладно, будешь рассказывать тогда Итак, человек Константин Фомич Совершенно необыкновенный По образованию он учитель французского языка Возвращаемся к нашему сегодняшнему герою в студию Герой у нас Константин Фомич Знаем мы о твоем чудесном кофе Да Который наработан, выработан и... На волшебнюю слезу ты, короче, его уже за эти тысячи чашек... Пять лет я занимался кофе в Воронеже А вот как это? Вот ты вот, да, и ты из Воронежи Мне действительно очень нравится название этого города И у меня свои ассоциации, но это действительно интересно Ну просто там по мультикам детским Котенок с улицы Резюкова Я там один раз даже была, честно То есть это прям вот... На этой улице Кстати, знаете, у меня... Да, у меня было ощущение... Мы просто ездили с гастролями много-много В юности И иногда, когда приезжали в города Вот мне Волгоград, Воронеж С Саратовом тоже ассоциация такая была Что там просто дома переставлены Даже улицы такие, направления такие же А дома... Вот этот дом вроде как вот здесь стоял в прошлый раз А вот этот вот просто переставили дома Вы, наверное, были просто очень уставшими Я же не сказала Питер, Москва и Воронеж Ну что ты А кофе началось в Воронеже или в Китае? Кофе начался в Воронеже То есть ты после Китая вернулся в Воронеж и начал кофе? И сразу, как сказать, упал в объятия кофейного бара своего Ага, ты был барменом? Да, бариста, тот, кто готовит кофе Алкоголя у нас не было Ну это же невероятно Такое количество общения, которое у тебя там происходило А где была твоя кофейня? В центре города или на окраине? На окраине И вот на эту окраину съезжался народ пообщаться И мне было интересно безумно слушать всякие истории У меня было семь пап, двенадцать мам Почему пап? Потому что эти мужчины советовали мне Константин, тебе нужно так, так и так с женщинами А мама говорила А мама говорила, ну я бы хотела То есть я тебе советую Женщину нужно поставить на пьедестал Потом задаться целью, взять за руку и идти с ней А у тебя так получилось? Поставила какую-нибудь женщину на пьедестал? Бывало всякое И все-таки кто-то тебя украсил Бывало всякое, но именно история любви Вроде как привела тебя сюда, в Нью-Йорк Ну подожди, сначала о кофе Смотри, какую морковочку повесили А твой любимый кофе? Когда ты начал его варить, это ты в теории начитался? Или ты просто варил для любимой с утра? А потом понял, что-то неплохо получается А ну-ка куплю-ка я кофейную машину Получилось так, как получилось Я попал в кофейный бар и начал заниматься кофе Серьезно? Серьезно, мне это понравилось Потому что кофе – это третий по торговости товар в мире После бензина и оружия Можно я прикопаюсь все-таки? Да Попал в кофейный бар, это случайно получилось? Это случайно Просто познакомился с человеком, который продавал кофейный бар Он говорит столько Я говорю столько Я подумаю, я подумаю, говорю, мы берем И мы взяли этот кофейный бар и стали заниматься Мы? Команда? Я привык говорить мы, подразумевая, что это я А как твое участие? Валерьевич Мы, Константин Валерьевич Взяли кофейный бар Взяли кофейный бар, да И стали работать Константин Валерьевич Фомич У нас сегодня в гостях владелец Не домов и пароходов Нет Самого лучшего в мире Познания кофе Да, приходите Вот я сейчас нашел амплуа на Манхэттен Бич В кафе Чилакс Застакивайте к нам Ага, вот она джинсата просочилась Вот она Ну, в общем, самый лучший Да, приходите, я вам приготовлю Прекрасно То есть можно сейчас пропустить, куда он пригласил Но найти на фейсбуке профиль Константин Фомич И там написано, где он работает Или могу приготовить с выездом на дом Огромная у тебя машина Когда ты туда кофемашину загружаешь Хорошо А сам ты какой больше всего кофе любишь? Я люблю эспрессо Вообще люблю по настроению кофе Вот так, когда говорят, какой ты любишь кофе Я на этот вопрос не реагирую никак, извините Я люблю, когда я хочу взбодриться с эспрессо Когда я хочу поболтать, покайфовать Такое слово можно в эфире говорить Я пью капучино Или латте макеато С итальянского пятнышка Такой непредсказуемый Латте макеато Вот это следующий мой кофе Да Мне понравилось название очень Макето? Да, где готовим, кстати А скажи, ну, конечно, да Мы это решим и обязательно попробуем Вау А скажи, пожалуйста Где готовим? И ответ Подожди, подожди И ответ Ну, конечно, да О, мой гад По-другому здесь просто невозможно Посмотри на эти глаза Так, Надя, я тебя теряю Скажите, пожалуйста Юля, Юля, мы еще здесь Подожди, ты пришел туда с мечтой Это была твоя мечта Это была моя мечта, да Дальше Ты уже в своей мечте Какая следующая мечта? Так получилось Не так получилось Я задумался о том, что я еще не был на островах на Райских Ну, просто многие были, а я еще нет И я на баночку с чивыми наклеил бариста на Бали И люди оставляли там денежки мне По пять рублей Банчика с чивыми И за год я собрал на билет на Бали Туда обратно и улетел Поддержим мечту И улетел И самое главное, когда я вернулся обратно Я всем говорю, что ребятушки Вот эти вот 30 копеек, которые вы оставляли Вы спонсировали эти три песчинки К моей пятке, прилипшие на побережье Индийского океана Подожди, а ты фотографии показывал? Ты, может, бар обклеил фотографиями Чтобы все, кто там был Фотографии я показывал Персональные я показывал фотографии многим людям Они же приходили просто пообщаться И мамы с детьми, и мамы без детей И мужчины после работы И грузчики, и предприниматели И владельцы аграрии И кто там еще? Пожарные инспекторы Санэпидемстанция Все, со всеми мы дружили Знаешь, я хотела сначала предложить тебе Давай тоже арренджмент такой Сделаем сейчас Если вы хотите быстро купить кофе И остаться на день с собой Идите в Starbucks Бренд, вы как бы уже в тренде У вас баночка Starbucks в руках Ну не баночка, а как это? Стаканчик, да? На котором написано Вы принадлежите вот конкретно Да, Dunkin' Donuts, другая история А если вы хотите поговорить Хотите об этом поговорить? Да Идите в подобное заведение А ты в Америке встречал такое подобное заведение? Еще нет Но я даже знаю, кто его сделает Уважаемые радиослушатели Если ваши друзья разговаривают на родном французском Родном китайском Или родном русском Можно совершенно спокойно Будет встретить человека Который будет творить Самый-самый лучший в мире кофе Константин Фомич И поговорить с ним о чем угодно На вашем родном языке Человеку можно верить, доверять Я представляю, как ты пил ощущения на Бали Если так много людей Тебя туда направили Своими позитивными, да, такими подарками Мои спонсоры Мои многомиллионные спонсоры Аж когда ты там проживал эти секунды Когда я проживал там И песчинки свои, да Что же там такое происходило? Что за открытка? В такой момент, да Я шел с работы очень уставший И у себя в почтовом ящике Обнаружил открытку И эта открытка, когда я ее взял в руки Когда я ее прочитал Она тоже поменяла мне сознание Ну-ка Еще тогда Значит, открытка написана В прямом эфире Личное письмо зачитано Личное письмо, да Это Открытку я получил И стал читать Но мне было написано Следующие слова Привет, Константин Это открытка с острова Бали Заряжена позитивной энергией Как только ты возьмешь ее в руки Твоя жизнь начнет меняться В лучшую сторону И ты уже никогда Не сможешь быть прежним Несмотря на то, что Положительные изменения Уже начали происходить в твоей жизни Для достижения максимального эффекта Эту открытку нужно обязательно Привезти на Бали До 6 ноября 2015 года Мы знаем Ты сделаешь все возможное И невозможное тоже Но обязательно приедешь На острове Богов В течение ближайших Полутора лет Мы в тебя верим Съел или приехал? Я приехал Я ее свозил на Бали Я ее свозил на Бали Уложился аккуратно в срок И вернул обратно В Воронеж То есть Мой поинт Всем Друзья Если вы чего-то хотите Делайте себе рамки И не предавайте мечтам Чтобы все вам помогало Помогало в этом Ставьте себя в тиски Просто открывайте канал Открывайте дверь И все получится Открывайте канал, да Наверх А с Парижем так же получилось? В 17 лет Сел на автобус и уехал Я говорю, мама Я уезжаю Она говорит, счастливо тебе помочь чемодан собрать Не, мама Красная мама Обсловила сразу Ну как, мечта про Париж-то была или нет? Я, собственно, о мечте спрашиваю Мы только что произнесли Не предавайте мечту А тут у тебя 17-летие было в Париже, во Франции Один? Один Праздновал 18-летие свое Взял я с собой икры красной Немножко водки 18 лет уже Все-таки Да, там это можно Да, да, да Ну верно, можно было Я не знаю, никого не спрашивал Можно, можно И всех угостил Вот буквально Буквально Чтобы не нарушать ничего Буквально вот по мизинчику Совсем чуть-чуть И когда ребята все это попробовали Первый раз в своей жизни Такие же молодые Они говорили А ты с компанией поехал? Мы там познакомились Я был на волонтерском проекте Мы там помогали с рекой С одной Чистили Одна это сена Или там еще одна есть? Там другая есть Как называется? Как раз День земли У нас в тему сейчас разговор Кстати Вильнюс-Сюрлёт В городке Вильнюс-Сюрлёт Понятно Какое произношение И они говорили Я чувствую, как водка Она в моих венах Просто там осаживается Это очень было забавно За ними смотреть Потому что ничего особенного Не произошло Но они настолько себя накрутили Что парень из России Привез то, что привез Это было незабываемое ощущение Ну и конечно Эльфелева башня Мельницы Сырые Просторы Эти крестьяне Мельники Старые мельники Молодые мельники Дивчины В конце концов Парижские Парижанки Парфюм Всё это меня зацепило Ещё 18 лет Эмоционально Завет Потом мои дети Потом мои дети Мельники И о Париже Продукт И получаем И суббота Только начинается Мы вас любим Руэй Руэсэй Руэсэй Американская радиосеть На русском языке 105.1 FM HD2 В Нью-Йорке Руэсэй Звучит Жеет Руэсэй Звучит Субтитры сделал DimaTorzok 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 I feel we're close enough I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough I wanna lock in your love, I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love, baby? Now I've got you in my space, I won't let go with you What you shadowed in my embrace, I'm latchin' on to you Now I've got you in my space, I won't let go with you What you shadowed in my embrace, I'm latchin' on to you I'm latchin' on to you I'm latchin' on to you I won't let you go I'm latchin' on to you I will never give up I'm latchin' on to you I wanna go, I wanna go with you I wanna go, Miguel I wanna go, I wanna go, I wanna go I wanna go, I wanna go, I'm tête naI I wanna go, I wanna go Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok